Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на втором канале. И сегодня у нас с вами опять яблочная тема. Прислал мне подписчик Игорь свой старый и нерабочий iPhone 5s. Купил он его с рук, около полугода попользовался и потом с ним начались проблемы. У него сломалась кнопка Touch ID, кнопка Home и у него после этого еще и накрылся аккумулятор. Сначала, как я понял из его рассказа, он очень мало держал, буквально там полдня, потом 2 часа, а потом он просто вовсе перестал включаться. И Игорь предложил мне, он говорит, ты любишь обозревать всякие старые помои, ну старые яблочные помои, поэтому тебе будет интересно и для контента, и для ремонта, так скажем, немножечко разнообразить. Не тазы же все смотреть, правильно, друзья? И мне приехало уже 2 заказа с Китая, приехал аккумулятор, я заказал на всякий случай сразу аккумулятор. Я пытался толкнуть со шнурка, пытался толкнуть с лабораторным блоком питания, ну через шнурок, по крайней мере. Не берет зарядку 0 ампера и даже не пытается абсолютно этот телефон стартануть. Что у нас сегодня будет из инструментов? Набор отверток, шнурок Lightning самый обыкновенный. И вот второй заказ, я его убрал в саму коробочку от телефона, это у нас кнопка. Кнопка Home, 110 рублей она стоит, аккумулятор 700, то есть по вложениям 800 рублей, это максимальный бич вложения. И зачем я его вообще взял, что бы я вам хотел показать и рассказать? Дело в том, что на Алике эти телефоны можно купить от 4200 рублей, если я не ошибаюсь, ну по крайней мере пару месяцев назад, когда я хотел взять его на обзор, рефабри, что на Алике они стоят по 4200, по 4500. И на Авито, на вторичках, да в принципе вот где угодно, на любых досках объявлений, iPhone 5s можно вымотить от 2500 до 5000 рублей. За 5000 он будет просто в прекраснейшем состоянии, он будет в идеале и даже отпечаток пальцев будет работать. А если вы взяли по самому низу рынка 2,25 тысячи, то скорее всего отпечатку у вас не будет, аккумулятор будет держать плохо, может быть трещина на экране. Ну и к чему я веду? Мы ознакомимся с его возможностями в 2021 году, я попользуюсь им какой-то промежуток времени, пару-тройку дней, помучаю себя, попробуем камеру на актуальность в 2021 году и я выскажу свои впечатления. Можно ли этим старым дерьмом хоть как-то пользоваться? Ладно, переносимся за обзорный стол и будем его разбирать, будем пробовать это все пересобрать и запустить. Что ж, дорогие друзья, давайте ознакомимся с комплектом поставки, что нам Игорь прислал. Сам телефон, его фирменная коробка. Давайте откроем. Магия Apple больше не работает, не открывается одной рукой. Так, здесь нас ожидает сам телефон с наклеенным на него защитным стеклом, которое разбилось понизу. Сам телефон, ну, пожуханный, жизнью побитый, сразу видно носился в чехлах, видите, вот эти песчинки, вот этот пескострой от песчинок, которые между чехлом и телефоном были. В принципе, в руке лежит неплохо даже на сегодняшний день. Я ходил около 5-6 месяцев с iPhone SE и проблем, в принципе, не знал. Меня устраивала и диагональ, и его габариты, и самое главное, что он легкий, приятный на ощупь, не скользящий, матовый. Ладно, о телефоне поговорим чуть позже, посмотрим, что у нас еще в коробочке идет. Вот, далее у нас пустой кейс от AirPods'ов и место под зарядку, который тоже здесь нет. Ну, телефону уже очень много лет. Зато есть скрепка и есть два яблочка, друзья. Ооо, яблочки, так ладно. Здесь у нас есть документация, инструкция и даже чек сохранился, слушайте. В каком-то ТЦ Зигзаг он покупался, это было 21 января 2014 года, в 8 вечера, 48 минут, 36 тысяч 38 рублей. Блин, стоил 36 косарей, пацаны, в связном за него отдали, 36 тысяч, жесть. Ну, ладно, тогда еще было по-божески, наверное. Сейчас слишком дорого стоят айфоны, неоправданно дорого, даже мне пришлось перейти на Samsung из-за этого, потому что в айфоне нет половины функций, которые мне нужны, но платить я должен как за полноценный телефон, а за меня будут решать, чем я и как должен пользоваться. Очень смешно. Нам потребуется, скорее всего, кнопка, кнопка Home 5S SE, кнопка с Touch ID, но, вернее, Touch ID у нас работать уже не будет. Стоила она 120 рублей, это очень дешево, это просто смех. Не знаю, есть ли у нее здесь какая-то клеевая основа, похоже, нет. Будем ее на B7000 приклеивать, либо она так встанет, потому что никакой клеевой подложки и ничего подобного я не наблюдаю. Ну, за 120 рублей что можно было ожидать, в принципе. Если она вообще работает, это уже хорошо. Сама кнопка и тоже с Алиэкспресс аккумулятор. Так, ну, это, понятное дело, китайщина, написано прямо модель 5S. Ну, если он вообще включится, уже будет хорошо. Не знаю, заряжены ли они. И самое примитивное, это медиатор, присоска, попробуем дисплей сначала присоской снять. Не получится присоской, вставим лезвие, снимем аккуратно, расщелкнем. И мой уже вот такой старенький, дрябленький набор инструментов, дело техники. Сейчас давайте продемонстрирую. Телефон вообще не подает никаких признаков жизни. Пытаемся включить, ничего не происходит. Пролежал он двое суток на зарядке и не смог отдуплиться. Даже экран ни разу не загорелся. Что ж, ладненько, давайте залезем внутрь. Мое видео может быть полезно тем, кто вот занимается, да, всякой вот этой перекуп игрой. Очень часто можно выхватить их по 800 рублей, по 500 рублей эти 5S-ки в непонятном, вот в таком же состоянии. Самое главное, чтобы они не были на iCloud. Вот если он будет на iCloud, это будет не просто обидно, да, это уже будет провал. Хотя Игорь сказал, что он его отвязал и в принципе он должен включиться. Как только мы подключим его к интернету, он сам отвяжется и полностью себя сбросит. У меня присоска уже такая уставшая. Главное не расколоть дисплей. Вот сюда приклеиваем, вклеиваем присоску. И надо за кольцо тянуть. Пробовать расщелкнуть. Никакого результата, друзья. Пошел, опа, почти вытащил. Он у нас, дисплей приклеился на грязь уже. Вот тут у нас грязь видно. Можно попробовать аккуратно расщелкнуть лезвием. Это очень опасно, друзья. Но попробуем. Все, 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 все. Вот так, видите, если не срабатывает обычная присоска, чуть-чуть на треть миллиметра пытаемся засунуть. Дальше работаем медиатором. 5S-ки, пятерки, они разбираются элементарно. Это вам не 4S. Так, проходим медиатором по периметру. Не делая никаких резких движений. Иначе можем лопнуть стеклом, можем лопнуть дисплей. Дисплеи на них недорогие, но в мои планы это не входило. Покупка дисплея. Так, ух ты, какой у нас здесь аккумулятор фельдеперстовый. АК-Пауэр. То есть АК-47 сюда руку приложил. Я понял, даже до сюда он добрался, видите, не только до клипов с прославлением Азина. Вот, аккумулятор АК-Пауэр. Ну, я не удивлен, почему он не работает и почему он не включается. Теперь, смотрите, для новичков, так скажем, показываю. Выводим экран вот в такой угол. Очень осторожно, потому что можно порвать шлейф. И держим его рукой. Ни в коем случае не даем экрану загибаться туда-сюда. Пятерку не страшно убить, в принципе, пацаны. Если кто-то будет такой хренью страдать подобной, можете не переживать, что вы ее там чуть порвете. Ну, выкинете ее просто. Она, можно труп какой-нибудь взять потом на разборку и докупить, да, запчасти. Это все копеечное. Сейчас вот если учиться ремонту телефонов, да, вот такому колхозному, как я сейчас провожу, желательно начинать с пятерок, вот с таких, или с 4С. Разобрать 4С, это вообще отдельная песня, кто разбирал, тот знает. Ладно, друзья, сейчас я выломаю аккумулятор отсюда, очень аккуратно. Ни в коем случае не используйте металлический инструмент, особенно ножи. Эти аккумуляторы взрываются и горят. Если вы мне не верите, поверьте, они взрываются и горят. Вам может в лицо кислота вылиться. Ни в коем случае не используем ни отвертки, ни ножи, ничего. Можно использовать лишь пластиковый и деревянный инструмент, чтобы не пробить аккумулятор и не устроить короткое замыкание. Давайте я сейчас сниму аккумулятор и вернусь к вам. Так, ребятки, ну что, айфон разобран на две части. Вот здесь снимаем защитный экран. Ничего сложного нет, тоже 4 винтика, шпунтика. И я отклеил аккумулятор. Все, он был у нас приклеен на двусторонний скотч. Вот такой AYAG Power, видите, 2018 году. Так, пока аккумулятор не будем трогать, мы точно знаем, 100% знаем из рассказа Игоря, что у нас неисправна кнопка Home, и ее надо ремонтировать. Поэтому давайте берем отвертку. Здесь тоже сложного совершенно ничего нет. Здесь два болта, очень много грязи. Имейте это в виду. О, она у нее порван, шлейф у кнопки Home. Слушайте, у нее прям шлейф порван. Вон, куска не хватает. Возможно, кто-то лазил до меня. Это не я порвал. Я ни разу шлейфы на 5S не рвал, потому что я знаю, где он расположен. Сейчас я вам покажу все наглядно. Поэтому она и не работала. Это не я оторвал. Она была оторвана. Я не знаю, как она вообще контачила, и как это все могло работать, в принципе, в теории. Потому что Игорь мне сказал, что первый месяц у него он работал. Все, берем резиночку. Вот как ее сейчас переклеить. Это вопрос хороший. Очень осторожно ее тогда отрываем. Вставляем. Эта резинка нужна, чтобы пыль не попадала, чтобы грязь не попадала. Если вы ее потеряете, в принципе, страшного ничего не будет. Просто кнопка будет чуть болтаться. Я ставил без резинок. У меня сколько этих айфонов было, дешевых рефов. Кнопка нажимается. Все. Берем экранчик. Сначала прикручиваем на место экран. Вроде бы ничего не забыли, и все как положено. Все, вот он встал. Так, ребята, ну что, собственно говоря, собран. Собран модуль. Можно пробовать аккумулятор. Так, ставить, клеить. Я не знаю, как он здесь будет вклеиваться, ставиться. Попробуем вытащить сейчас. И, ребята, что-то нет у него клеевой основы. Ага. Это я обкакался. Клеевой основы с аккумом нет. Ну, давайте просто попробуем включить ради интереса. Подключим дисплейный модуль. Загорится ли вообще яблочко. И есть ли в этом смысл собирать его дальше. Потому что может вообще не заработать. Аккум-то вполне свежий. Тут 18-го года. Так, все, закрепил модуль. Очень осторожно. Включаем аккумулятор, чтобы ничего не замкнуть. Все, засунулся. Touch ID подключать не будем. Давайте попробуем. О! Яблоко, мать его! Ребята, яблоко, яблоко. Это Apple, техника Apple. Надежность. Это привкус члена во рту. Не удалось активировать Touch ID на этом iPhone. Чтобы... Нажмите кнопку домой, чтобы открыть. Нажимаем. Все. Ребят. Сенсор работает. iPhone работает. Поэтому давайте его выключим. Не будем над ним издеваться. Wi-Fi тоже пока цеплять не будем. Все. Сейчас он полностью выключится. И давайте, друзья, сейчас я поставлю все экраны на место. Все подсоберу. И попробуем его включить уже в полностью собранном состоянии. Так, дорогие друзья, ну что? Прошло полчасика, я все собрал и уже успел его сбросить. Потому что Игорь просил меня, настоятельно просил меня выйти из iCloud, сбросить все его данные. Я, честно, не лазил в нем, даже не пытался просмотреть огромную кучу фотографий, найти там что-то интересное. Нет, я этого не делал. Сразу вам говорю, дорогие друзья. Заходим в настройки. И можем посмотреть, что вход на этот iPhone сейчас не выполнен. Все. От Apple ID он у нас отвязан. Кнопка работает, она очень гадко щелкает. И чувствую я, что кнопка за 120 рублей долго не походит. Естественно, ни о каком Touch ID здесь речи идти не может. Потому что это просто микрик, это микропереключатель, да, выключатель. Это совершенно, здесь никакого сенсора совершенно нет. Что ж, давайте снимем эту пожухлую убитую. Это пожухло и убитое стекло с него. Потому что оно портит все впечатления, так скажем, от использования. И прям... Круто. Первый раз у меня именно стекло вот так разбивается. Всю жизнь их вот так снимаете. Чего с ним? Друзья, я не знаю, сколько лет оно здесь было наклеено. Но что-то стекло не хочет уходить. Оно начинает трескаться. И... Блин, настоящее стекло, мать твою. Слышите? Это настоящее стекло. Как это так? Так, ребят, я даже боюсь это на камеру делать. Давайте я сейчас это как-то все проведу. Я уже порезался в двух местах. Да мать твою. Сейчас погрею феном, короче, пойду. Паяльным на 90 градусов поставлю. Погрею его. И буду как-то пытаться снять. Потому что это дичь. У меня все руки уже разрезал. В общем, друзья, это дичь. Если бы не паяльный термофен, я бы никогда не снял. Настоящее стекло. Настоящее. Вот этим вот осколочком можно, ну, не дай бог, не дай бог, можно скрыть себе вену. Это... Осуждаю такие вещи. Нечаянно, вот когда снимаешь. Видите, какие есть осколки стекол? И это настоящее стекло. Это не пластмасса. Я привык, что в моем понимании стекло защитное. Это пластик. Видимо, с самого первого дня ношения этого телефона было одето стекло. Посмотрите, дисплей просто новый. Вот сейчас я выключу подсветку. Я его, конечно, тряпочкой протер. Он новый, на нем нет ни одной песчинки. Смотрите, и все засветы, вся кривая, весь кривой баланс белого было за стекла, посмотрите. Были какие-то разводы, синие, желтые по всему экрану. Они пропали. Стекло было мутное. Сейчас все работает, как видите. У нас здесь стоит, по-моему, iOS 12, как я и говорил, 24. Сейчас посмотрим. 12.4.4, извините. iPhone 5s, как ни странно, обновляется. Обновлялся. И даже должен поддерживать абсолютно все типы приложений. Будь то Telegram, будь то ВК, нормальные версии, современные. Разумеется, на нем будет работать YouTube без каких-либо проблем, другие социальные сервисы. Тот же самый TikTok. Можно и загружать, и смотреть видосы будет. Просто на той же самой обычной пятерке, на 5C-шке, на них уже половина соцсетей не работает. И как бы вы ни изгибались, они работать уже не будут. А на четвертых iPhone, на 4S-ках, уже даже YouTube не показывает. То есть, просто раньше нельзя было оставлять комментарии, там выбивало ошибку. Потом нельзя было поставить отметку лайка. А теперь уже на четвертых, на 4S, насколько я знаю, YouTube не работает вовсе. Вообще ничего нельзя сделать, даже посмотреть. Что ж, телефончик в очень хорошем, достойном состоянии. Еще раз Игорю, большое спасибо. Видите, по вложениям всего, по сути, 850 рублей. Будем считать так. Это новый аккумулятор и новая кнопка Home. 850 рублей по вложениям. И вполне себе прикольная, эргономичная и интересная мобилка у меня будет на 2-3-дневном тестировании. Так, дорогие друзья, прошло полтора недели, и мне есть о чем с вами поговорить. Я уже успел попользоваться телефоном. И телефон каким-то чудесным образом из черного превратился в белое золото. Посмотрите. Да, это тот же самый iPhone 5S. Это именно тот iPhone 5S. И давайте по порядку. Я вам расскажу, что случилось и как это произошло, чтобы не было недопониманий. Олег, мой товарищ, с которым мы делаем бизнес с виниловыми наклейками, он увидел, что я перебираю 5S. Он увидел, что у меня китайский дисплей, что я собираю ее из хлама. И говорит, слушай, а у меня уже 2 или 3 года валяется 5S с отвальным модулем связи, который не ловит ни Wi-Fi, ни сеть. Есть такая распространенная проблема на 5S. У них отвалился модем. И не работали некие сети. И смотрите, что мы с ним придумали. Он мне отдал вот этот золотой с отвальной платой. Я перенес все из черного в золотой, потому что у этого золотого оригинальный экран, оригинальная кнопка, оригинальный корпус, оригинальный динамик, все шлейфы оригинальные. То есть он до этого ни разу не скрывался. Вот. Он даже без царапин. Он практически как новый. А вот этот черный, который мы в самом начале с вами ковыряли, теперь вовсе не черный. Так, у меня тут все кнопка. Тут сейчас стоит, вот я аккуму только скинул. Тут сейчас у нас плата с отвалом модема. Его можно в теории через iTunes столкнуть, но скорее всего он выйдет в ошибку активации. Потому что с отвальными модемами яблоки не активируются. Давайте я его включу, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Вот он включается. Все, никаких проблем. Давайте сверим e-mail, чтобы тоже не было ко мне никаких вопросов. Вот e-mail заканчивается на 6476.9. Вот e-mail. И вот e-mail на коробке от черного. 6476.9. Просто я перебрал черненький в полностью оригинальный белый корпус. И от этого телефон стал, ну, просто кайфариком. Правда, друзья. Посмотрите, новая 5S. Это реально новая 5S. Да, с нерабочим Touch ID, к сожалению. Но все же это состояние, знаете, капсула времени. Такие еще поискать надо. На Авито такой за 2-3 тысячи точно не купишь. Смотрите, стартанул с отвальным модемом. Его можно попытаться толкнуть, активировать. Но он ни хрена не работает. Я, оказывается, увидел, оказывается, что продаются на Алике платы. Причем дешевые. И уже отвязанные от iCloud. В общем, друзья, астрологи прогнозируют месяц айфонов. Смотрите, я на вот эту 5S-ку заказал плату за 1100 рублей. Нет, за 980 рублей. Здесь все абсолютно рабочее. То есть полностью рабочая мобила. Нужна только плата. У нас будет еще один 5S. И смотрите, что мне еще подарил Олег. Он мне отдал вот такой iPhone 4S. Проблема его заключается в том, что он упал уголком. И у него не работает большая часть сенсора. Вот смотрите, один я могу нажать, один могу нажать. А вот 6, по-моему, да, 6, 6, 3 я уже не могу нажать. Не работает ровно вот эта часть экрана. Сюда я заказал дисплей. Это будет очень интересно. Дисплей за 390 рублей, по-моему. Посмотрим, смогу ли я его поменять. Тоже будет по этому поводу видос. Вот такая бесплатная 4S теперь у меня есть. Далее. Помните, вот этот iPhone, который я купил за, по-моему, 200 или 300 рублей на блошином рынке. Я думаю, кто хотя бы полгода на меня подписан, видели это видео. У него разбита задняя крышка. У него деформирован дисплей. То есть он работает, показывает, но часть замутнена. И у него, что самое хреновое, привязка к iCloud и включена найти iPhone. Он на блокировке. Я его через байпас отвязал, но у него не работает сеть теперь. На него будет полный его ребилд. Закосарь, грубо говоря. Я заказал за 300 рублей на него дисплей. 300 рублей дисплей. 180 рублей крышка задняя, которая расколота. И 450 рублей плата. Короче, закосарь будем делать полный ребилд четверки. Вот с этими тремя мобилами ждите, скорее всего, большое видео. Будем их оживлять запчастями с Алиэкспресс. Я не знаю, для чего. Это лишено какого-либо смысла. Чисто контент ради контента. Прошу прощения за такое долгое вступление. Я просто объяснил, что здесь происходит. Давайте теперь поговорим о вот этом iPhone 5s. Все-таки видео называется «Актуальность» в 2021 году. Можно ли им пользоваться? Насколько он хорош? И я, попользовавшись им практически два дня. Давайте, буду с вами честен. Неделю я с ним не выдержал. В целом, если вы берете его за 2-3 тысячи как звонилку и как второй аппарат, для того, чтобы смотреть TikTok, YouTube, деградировать и тупеть, это отличный вариант. Ни одного Xiaomi за 2-3 тысячи, настолько плавного, производительного и с такой хорошей оболочкой, вы не найдете. Ни одна MIUI и прочие операционки, всякие оболочки, и самсунговские тоже в том числе, они вот этот экспириенс яблочный, к сожалению, не передадут. И сразу хочу сказать, что очень непривычно, что SE, которая у меня была 2016, что вот этот 5S, сейчас в 2021 году в руке кажется крохой. Вспомните, как все бугуртили на момент выхода пятерки, то, что Apple не придумала ничего лучше, как просто удлинить дисплей. Были еще такие мемы, где iPhone X там будет просто той же самой пятеркой с вот таким вытянутым экраном. Но сейчас этот телефон просто кажется крохой. Знали бы тогда люди, которые бугуртили по поводу его огромных размеров, что в дальнейшем телефоны даже будут 7-8 дюймовыми, практически как планшеты. И сейчас им очень удобно пользоваться, из-за того, что вот мой палец большой, он достает до любой области экрана. То есть можно вот так, вот такой хват, в такой хват взять устройство, и без проблем дотянуться до любого угла, дотянуться до любой кнопки. На моем Z Flip это не всегда получается. Да ладно, не буду вас обманывать, никогда это не получается. Приходится телефон вот так переносить в руке, вот так, вот так. Либо держать его как на ладони КПК и пользоваться вот пальцем указательным, допустим. Здесь же этих проблем нет. Но, и сразу же большой минус. Я уже привык к дисплеям от 5,5 до 7 дюймов, и мне непривычно. То есть смотреть видео на YouTube приходится вот так. Вот так. Я сейчас нисколько не преувеличиваю. Приходится подносить телефон практически к глазам, потому что я нихрена не вижу и не могу разобрать. Да, как-то, знаете, буквально 4 года назад, когда у меня у самого был 5S, я не жаловался, прекрасно смотрел даже фильмы на нем, не то что YouTube, сериалы. А сейчас это как-то смотрится врывеглазно и отвратительно. Ну, видите, человек такая скотина. Он очень быстро привыкает к хорошему. И отними у меня сейчас за флип, заставь меня пересечь на постоянку вот на iPhone 5S, да я повешусь. Ладненько, мы хотели бы поговорить о его производительности, мультимедийных возможностях. И я хочу вам сказать, что любые приложения, будь то ВК, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, навигатор, все это работает на нем шустро и прекрасно. Давайте посмотрим на примере YouTube. Это холодный старт, в кэше его не было, поэтому открывается он достаточно долго, даже по меркам недорогих телефонов сейчас. Так, включим темную тему давайте. И, например, посмотрим какие-нибудь вот мои видосы, к примеру, да, годнота из FixPrice. Оценим быстродействие, как он откроет видео, потому что YouTube это основное, для чего этот телефон стоит покупать за 2-3 косаря. Давайте. Не быстро. Очень не быстро. Смотрите, как долго подсираются все эти шторочки. Ну, подлагивает даже в рекламе, видите. То есть даже, когда реклама, идут лаги. Посмотрим, что будет с самим видео. Сделаю потише. Давайте сразу развернем на весь экран. Разворачивание, в принципе, работает. Ну, не сказать, что очень быстро, но не как на iPhone 4, когда мы YouTube с вами тестили. То есть жить еще можно. Посмотрим, в каком качестве мы сейчас видео запустили. 720, 50 FPS, смотрите. Так, а умеет ли он 1080, 50 FPS? Да, смотрите, он умеет 1080, 50 FPS. Я выбрал 1080, 50 FPS. Посмотрим на дропы кадров. Пока что ничего не наблюдается. Так, попробуем яркости подбавить, допустим. А, она полная. Что-то я зажрался уже со своими Samsung. Вот сейчас мы воспроизводим видео 1080, 50 FPS. Давайте попробуем его перемотать. Очень долго. Это не интернет подсирает. Это вот именно процессор. Это именно телефон. В общем, ребят, пропердывается. Он, честно говоря, долго. Ну, вот сейчас, видите, пролагал вроде и можно использовать. Вот. Ну, все равно, вот, 2-3 секунды он ждет. И я еще раз повторюсь, это не интернет. На интернет грешить глупо. Это сама мобилка такая. Ну, в любом случае, он больше 1080, разумеется, воспроизводить не умеет. Потому что экран здесь, ну, не 2К, не 4К. И ему, в принципе, эти возможности не нужны. Как, например, на том же каком-нибудь S20 Plus или Ultra, да, Samsung. Здесь сам YouTube, вот сами превьюхи. Видите, вот я сейчас листаю. Давайте в тренде зайдем, посмотрим, что у нас в трендах. То есть превьюшки грузятся быстро. И сама лента, вот как вам показать, по, так скажем, плавности, ничем не уступает каким-то современным звонилкам до 8, там, до 10 тысяч рублей. Ни на одном, к сожалению, ни на одном Android за 5-6 тысяч такой плавности не добиться. Я имею в виду из нового. То есть если вот просто в магазин пойти и взять какую-нибудь DIGMA какую-нибудь, знаете, там, ну, что-то прочее, как вот Dex смартфоны, потом Prestigio и всякие такие. То есть с третьего эшелона даже, из-за пятого эшелона бренда. Этот 5S их, к сожалению, вернее, к счастью для владельцев 5S, выхлёстывает по всем фронтам. По YouTube мы с вами решили, все работает превосходно. Вот еще раз показываю, можем его выгрузить с кэша. Все, выгрузим с кэша и еще раз зайдем, чтобы вы поверили моим словам. И да, он долго грузится, но сами картинки, сами превьюхи никаких проблем не вызывают. И, кстати, ну, единственное, да, в YouTube он греется. Вот чувствуешь прям, как он греется. Все-таки старичку уже плоховато. Столько ему лет на покой хочет, друзья. Ладненько, давайте перейдем в Instagram, потому что, например, я знаю, ну, судя по барахолкам, в которых я вот не так давно только перестал, да, сидеть, которые я раньше мониторил. Очень много девушек, там, до, там, 18, допустим, лет, семьи немного зарабатывают. И они, вот, торгуются в комментах, там, покупают, продают вот эти шестые айфоны, 5S-ки, на них всегда есть спрос. И при их большом желании, вот в таком состоянии, за трешку, за 3500 этот айфон можно запулить. И реально какая-нибудь провинциальная девчонка, знаете, которая не избалована айфонами 11, 12 Pro Max, она будет радоваться, ходить с ним, и, ну, как вот, все эти блага, да, вот эти яблочные, асашайские, потреблять. По Instagram вопросов никаких нет, как видите, все работает, сама лента листается нормально, тоже без рывков, без поддергиваний. Я здесь вот подписался на кого-то, это левый профиль, просто чтобы посмотреть, насколько это все хорошо работает. Единственное, вот я вчера отслеживал, смотрел истории, лагают вот на нем. Истории, с историями есть проблема, давайте попробуем открыть. Вот они подлагивали, так скажем. Не, сейчас я не наблюдаю лагов, но вот я смотрел, были прям пролаги. Не могу проверить, насколько хорошо моя история запишется, ну, все же. В общем, самые, так скажем, важные, это WhatsApp, да, Instagram, YouTube, все это работает. Телега тоже у меня активно, в телеге я с него общался, тоже никаких проблем, подгрузок и того подобного. Что ж, давайте посмотрим, вот самое деградантское приложение 2020 века, это TikTok. Я тут уже выбрал себе подписки интересные, которые я хочу смотреть, и которыми я хочу делиться с моими друзьями, смешнявками ВКонтакте. Вот такие очень классные юмореские, подлагивают, да. Есть лаги, но в целом смотреть можно. Ой, я и че нажал? Вот че это за хер, хрень? Зачем он красит это? Чего? О боже. Деградация. Чего? Че такое? Я не понял, че за пошлости? О, ремонт айфона, смотрите. Белым покрасил, что нарисовал там. Ой, боже, бедный айфон. Ой, какой ужас. Я бы не доверился даже свой 5S. Захожу в туалет в гостях. Тук-тук-тук. Это типа смешно? Вытаскивает скакаха, типа. И типа он всосал обратно. 284 тысячи лайков у этого говна. О боже. После этого мне будут писать, что у меня контент на втором канале для умственно отсталых. Друзья, чтобы делать контент в Тик-Токе, не надо даже обладать хромосомами. Не то, что лишними. Они вообще совершенно не нужны, я считаю. Потому что пока я его тестировал в Тик-Токе и смотрел на это, это не просто деграданский юмор. Не, ну может я типа уже какой-то старик, да, не шарю за хайп, не шарю за современные тренды. Это не просто не смешно. Но, знаете, раньше были на ВК и на Ютюбе видосики типа смехнявки, там всякие котики, подборки приколов. Это в 2008-2009 году было популярно. Вот это похоже на какую-то, есть эволюция, а есть деградуция. Не знаю, как сказать вам. Вы меня поняли, короче. Эти видосики из ВК, они не развились, а наоборот деградировали. Ну, короче, давайте так. Потому что я не хочу затягивать, уже минут, наверное, на 30 этот ролик вышел. Им можно пользоваться. Я два дня им попользовался. Да, скрипя зубами после хорошего современного смартфона. Но если у вас до этого был какой-нибудь старый Android, да, 4-й, 4-й, 4-й Android, либо у вас был вообще iPhone 4 или обычная пятерка, 5S-ка это, конечно же, просто блаженство по сравнению со всем хламом до 5000 рублей. Также можно посмотреть Яндекс.Навигатор, что касаемо карт, потому что многие, возможно, захотят использовать его как навигатор чисто в машине. Я знаю, многие там подхалтуривают, курьерами работают. И в целом, ну, GPS-прием у него не лучший. Вот, айфоны никогда не славились отличным приемом GPS-сигнала, но пользоваться можно. Можно скачать оффлайн-карты, допустим, и беспроблемно передвигаться по оффлайн-картам. Они весят не так много. Москва и Московская область 1,4 гигабайта, по-моему. Видите, с самой картой проблем никаких нет. То есть, не подгрузок. Вот, мы можем все очень быстро открывать. И это не то, что я вот там 10 минут сейчас кэшировал перед съемками. Вы видели, все было закрыто. Это вот с холодного старта он вот так хорошо работает. Ну и по поводу приложений, которые он держит в трейд, так скажем, в кэше. До 5 полноценных приложений у него получается держать без выгрузки. Мы можем включить одновременно телегу, YouTube, Instagram, TikTok, навигатор и ВК. И все приложения будут доступны. Он ничего не будет закрывать, он ничего не будет сворачивать и выключать. Все. Вот честно. Пользоваться можно, но не особо приятно. Мобилка за свои деньги хорошая. И однозначно своих денег стоит. Также, если вам, допустим, попадется какой-то убитый мобас, у него будет хреновый аккумулятор. Я хотел бы пробежаться по стоимости запчастей для этих телефонов. Аккумулятор с доставкой из России стоит 610 рублей. Нижний шлейф стоит 300 рублей. Это зарядка и микрофон, и джек 3,5. Вот эта верхняя кнопка, шлейф стоит 400 рублей. Дисплей, а качество стоит от 500 до 900 рублей. Стекло на них стоит от 50 до 100 рублей. Корпус, вот этот металлический, алюминиевый, стоит около 700 рублей. То есть он очень ремонтно пригоден и его можно разбивать каждую неделю и совершенно по этому поводу не париться. Запчасти все копеечные, разбирается он элементарно. Вот на примере вот этой 5S я вам покажу. Просто поднимаете экран снизу, ну вы видели, снимаете шлейф Touch ID, дальше откручиваете экраны и без всяких проблем можете добраться до чего угодно. Ловкость рук и никакого мошенничества. Если у вас руки хоть чуть-чуть работают, вы можете поменять в этом телефоне абсолютно все, что угодно, не обращаясь ни в какой сервисный центр. Так что покупка вполне прикольная, особенно если по самому низу рынка. Что ж, друзья, давайте, как обычно, по традиции заценим камеры, попробуем подснимать на камеру, посмотрим, насколько хорошо качество, проверим фронталку, проверим основную. И вернемся, когда это все будет сделано. Сейчас, секунду. Ну, 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 ну-ка, сейчас мы, ну, 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 ну 5s условия по сути студийная съемка, то есть есть софтбоксы, есть контрсвет есть фронтальный свет, все есть сейчас снимаем старенький 4 айфон с дефектом экрана, автофокус очень, вернее его нет почему-то автофокус не работает ребят, я честно скажу не помню уже должен ли быть 5s автофокус но по-моему у меня был, потому что я снимал на 5s долгое время на основной канал, ну крайне тупо и хреново все работает, что ж, баланс белого вроде настраивается, но я не могу настроить автофокус то есть он просто фокусируется по одной точке и если я переношу, фокус никуда не девается что касаемо стабилизации, она здесь есть но она очень унылая вот видите, я сейчас трясу телефоном нет, ну конечно она есть, в отличии опять же от андроидов за 2000, за 3000 рублей от всяких декспов, но она такая слабенькая стабилизация давайте попробуем сверху подснять ну и какие-нибудь статичные подсъемы, вот например если держать стараться не выкобениваться ну в целом я знаю как снимает айфон 5s и я знаю какая у него картинка поэтому должно быть неплохо я не могу сказать, что это уныло как-то да, я долгое время на него снимал и вот блин, хоть убейте, не понимаю почему автофокус на нем не работает и приходится самому постоянно как идиоту пальчиком на это все нажимать баланс белого конечно пересвечивает местами просто дичь ну в любом случае это неплохо, нормально пойдет, для его стоимости его можно сейчас купить до полутора тысяч нормальная камера и видео можно и в тикток снять при желании и в ютюб, да и просто на память никаких проблем давайте теперь проверим фотокамеру и фронталку что дорогие друзья, проверим запись видео на фронтальную камеру проверим в разных зонах освещенности сейчас я нахожусь просто при комнатном свете софтбоксы меня не касаются в принципе неплохо отрабатывает нет никаких бьюти-эффектов у камеры как сейчас на Xiaomi и прочих смартфонах даже самых недорогих есть вот эти дебильные бьюти-эффекты которые размыливают все лицо я не могу сказать, что идеальное качество но в принципе неплохо она снимает по-моему 720 у нее максимальное разрешение видеосъемки на фронталку но это я уже увижу все, когда на компьютер скину давайте немножечко походим так скажем, пройдемся вот тут у меня лампа висит там сзади софтбоксы и, ну, баланс белого работы да, компенсация какая-то есть низкой освещенности не сказать, что идеальная камера но вот для того, чтобы записать какое-то видеообращение к примеру, обратиться, не знаю, к подписчикам к своим, либо записать сториз в инстаграм этого вполне хватит никаких проблем с этим не будет да, она, я думаю, в полной темноте давайте попробуем отойти в практически полную темноту посмотрим, как она там отработает у 5S никогда передняя камера не славилась хорошим отрабатыванием в плохом освещении ну вот, то есть вы видите на меня какие-то лучи, да, света падают и она хоть как-то работает стоит нам отойти вот в темноту давайте ну, слушайте, в целом в целом неплохо нормальное качество да, появилось очень много мусора на картинке появилось очень много шумов но жить с этим можно и записывать видосы даже на фронталку получится со вспышкой все, конечно, получше уже хотя бы очертания предметов видны видите, да вот у нас плотер здесь стоит то есть в темноте тоже при большом желании можно поснимать вот попробуем пройтись тут тоже у нас тьма тоже тьма тоже тьма вот стена не знаю, здесь какие-то зловещие зловещая оторванная штукатурка в виде фигурки какой-то вот мой постамент для покраски корпусов и деталей корпусных ну что решать вам как эта камера работает я не знаю ну что же, ребятки как же грустно осознавать насколько быстротечно время буквально 4-4,5 года назад я копил 3,5 месяца чтобы купить практически по самому низу рынка iPhone 5s и для меня это знаете, была мечта вот хотелось этот телефон насколько он плавный насколько он красивый я попал в то время с его покупкой у меня сдулся аккумулятор я сам менял аккумулятор потом у меня появились на дисплее засветы потому что дисплей стоял тоже копия не как вот здесь оригинал Retina ну стоял кусок говна в общем-то и все равно он мне очень нравился несмотря на все свои подводные камни несмотря на то что он у меня был наполовину из китайских компонентов это был отличный телефон 4-5 лет назад и вот знаете вернувшись к нему спустя столько лет я понимаю за что я его тогда полюбил миниатюрность классные грани очень приятная тактильная отдача от самого корпуса алюминиевая холодная рамка матовый задник который не скользит в руках и в принципе вот этот неповторимый стиль сейчас айфоны превратились в куски говна именно из-за этого я и сменил свой айфон 12 мини на самсунг в айфоне нет ничего крутого как вот в бмв современных раньше были бмв это там е60 е38 до семерка е28 та же самая культовая машина сейчас бмв вот иногда в потоке сложно отличить от корейца от какого-нибудь хендая или от какого-нибудь японца ну с японцы конечно я перегибаю но вы поняли мой основной посыл если бы не шильдик бмв на бмв то ее можно было бы перепутать с сотней точно таких же кредитопомоек тошноток и так далее то же самое к сожалению постигло и случилось именно с айфонами поэтому мне очень нравятся все айфоны до 6 6s там и 6 плюс включительно после семерки уже конечно началась деградация не было никакого развития и то что выкатили айфон 10 в конце по итогу ну это уродец с этой уродливой челкой я сам айфоном 10 пользовался год с лишним это кусок говна давайте будем честны да я конечно топил в свое время за яблоки что это лучшая операционка и это самая лучшая эргономичная операционная система само устройство хорошее отличное но когда есть альтернатива например самсунг где есть в сотню раз больше возможностей которые тебе могут пригодиться каждый день и никто тебя не ограничивает функционально никто тебе не закрывает диспетчер файлов грубо говоря да там файловую систему и все остальное но сегодня видос все таки об айфоне 5s и подытожим это видео так пользоваться им можно и даже нужно за полторы две тысячи если забрать такой аппарат они часто встречаются это будет лучшая покупка такой телефон можно купить маме бабушке единственное я вам сразу советую обновлять заказывать и менять на них батарейки батарейки стоят копейки но это обезопасит вас от дальнейшего вздутия возможного вздутия и воспламенения аккумулятора айфоны горят особенно если там вздуется китайский старый аккумулятор который уже менялся скорее всего можете на пожар короче налететь купив такую дешманскую технику меняйте аккумуляторы меняйте дисплей клейте защитные стекла и будьте счастливы надеюсь вам понравилась моя ретроспектива на айфон 5s и друзья хотелось бы да спросить ваше мнение все таки снимать или за кадром сделать вот эти все три айфона запчасти уже едут и к концу мая к началу июня мне должно приехать абсолютно все в одном видосе мы с вами попробуем оживить сразу три пушки 4s 4 и 5s так что подписывайтесь следите за новостями канала не забывайте поставить лайк и написать любой комментарий с вами же был Мурка надолго не прощаюсь друзья скоро увидимся субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok